На днях в Белой Ладье прошли соревнования по шашкам для людей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования были организованы Славянской межрайонной прокуратурой и приурочены к празднованию Дня работника прокуратуры. Турнир по шашкам собрал под своим знаменем сильных духом людей, тех, кто, несмотря на невзгоды, продолжает жить дальше и радоваться каждому дню. Один из них – Виктор Рамзин. Один миг изменил его жизнь. В 25 лет Виктор попал в страшную аварию, после которой перенёс более 18 операций на ноге. Чудом врачам удалось её сохранить. Но проблемы со здоровьем не мешают Виктору активно участвовать в спортивной жизни района. Постоянно участвую в соревнованиях. Бывает, выиграю, бывает, проиграю. По-разному бывает. В Краснодарском крае в десятку хожу. Хоть поиграть, пообщаться с людьми, участие главное, чтобы не выиграть, а хотя бы присутствовать, пообщаться, кого поддержать, кого меня поддержать. По инициативе и при поддержке Славянской межрайонной прокуратуры сотрудники Управления по физической культуре и спорту провели турнир по шашкам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Подобные соревнования проходят ежегодно. В этом году они приурочены к 295-й годовщине со дня основания органов прокуратуры. Традиция организовывать такие соревнования в Славянской межрайонной прокуратуре появилась не случайно. Я хотел бы на нашем примере, я об этом неоднократно говорил, показать и всем другим должностным лицам, что нужно курировать тот или иной спорт, нужно помогать в развитии. То есть собрать сегодняшнее мероприятие не представляет большого труда, но посмотрите, сколько положительных эмоций, улыбок детских и взрослых. Это люди, которые нуждаются в дополнительном общении, в нашей поддержке. По результатам турнира, как и в любых соревнованиях, определили победителей. Им были вручены почётные грамоты. А памятные подарки от Славянской межрайонной прокуратуры получили все участники турнира. К слову, герой нашего сюжета по итогам турнира занял первое место. После награждения участники и гости турнира были приглашены на чаепитие. Тина Кабачевская, Георгий Калинин, программа «События».